Здравствуйте! Я приветствую вас в нашей студии в Сочи, в самом сердце павильона Краснодарского края на международном инвестиционном форуме. И у нас в гостях Пьер Пауло Лодиджани, почётный генеральный консул Итальянской Республики в Южном и Северокавказском федеральном округах. Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Скажите, можно сказать, что вы тот человек, через которого итальянские инвесторы знакомятся с югом России, так? Ну, можно сказать, человек, который старается это сделать. И каков интерес у людей, которые могут инвестировать? Есть ли интерес к Краснодарскому краю, к другим регионам, которые представлены, в том числе и здесь сегодня? Ну, у нас с Краснодарскому краю, но вообще в сей юг России есть дальняя история, инвестиции. Мы как инвестированы в область энергетика. У нас в Республике Италия принадлежит 50% голубой поток. Были инвестиции порядка 4 миллиардов долларов. В Ставропольском крае есть ОГК-5. Там тоже инвестировали порядка 500 миллионов. Это, что касается больших инвестиций. Ну, очень много итальянских инвесторов, или не только инвесторов, есть очень много итальянских предпринимателей, которые здесь работают. Ну, только на юге есть 5 производств итальянских сыров, очень много садей итальянских, очень много инвестиций в области средства хозяйства. Поэтому интерес очень большой. Очень большой по причине... Первое, есть какие-то климатические условия, которые очень похожи. И это регионы, которые очень быстро имеют развитие. Это регионы, которые легко доступны. Поэтому... А можно сказать, что некоторые эксперты, в том числе, и даже не только эксперты, а люди, которые бывали в Италии и были в России, в том числе, я говорю, что итальянцы и русские чем-то похожи. Есть какая-то общность менталитетов, есть какая-то общность в плане пассионарности Италии. Что это тоже помогает находить общий язык и налаживать контакты и в экономике, и в других сферах? Безусловно, да. Очень похоже. И если мы смотрим... Ну, очень похоже по общей чертам характера. Не только на юг, это просто касается всей России. Ну, и действительно, экономика, она друг друга дополняется. Потому что, можно сказать, все, что нет в Италии, есть Россия. Я имею в виду, в первую очередь, естественно, природные ресурсы. И поэтому здесь же нужна и технология, и определенное такое умение работать, умение использовать вот эта технология, которую очень часто здесь не хватает. Поэтому это безусловно. Я знаю, что очень много людей, которые переезжают в Россию, в том числе и жить, и преподавать язык, и работать на высокотехнологичных предприятиях. Насколько высок уровень взаимопорвенкновения сегодня, скажем, итальянцев в России и наоборот в том числе? Ведь это тоже развитие международных связей, это тоже перенятие определенного опыта. У нас, если смотреть юго, в данный момент живет порядка 250 итальянцев. Ну, они работают абсолютно разные отрасли. Как вы говорите, есть от шеф-повар до руководителей высокотехнологических предприятий. Есть вообще регионы, где все, можно сказать, крупные предприятия, где было развитие в последние годы, там почти все управляют итальянски, как менеджер. Ну, не только как менеджер, в том числе как инвестор или как специалист. Ну, я пока не встретил, кто хочет вернуться, поэтому это хорошо. По поводу, что касается Италии, у меня тяжело ответить, потому что, не знаю, я знаю очень много руководителей, какие определенные компании, которые открыли свое представительство в Италии. Ну, общее население я не в курсе. По-итальянски... Да, а еще такой вопрос, скажите, пожалуйста. Вы видите, что интерес к тому, к Италии, к технологиям, к компаниям, к языку, в конце концов, потому что я так понимаю, что вы же и к культурным сотрудничеством, в том числе занимаетесь, со стороны россиян за последние годы растет? Всегда этот интерес был и продолжает растить. Не зависит от каких политических или дипломатических колебаний. Ну, например, у нас на юге России огромный поток туризма в сторону Италии. Вообще, два года назад были практически 15 рейс каждой недели, которые летели в Италию. Сейчас, конечно, туристический поток упал очень сильно. Да, но это не связано с политическими моментами. Скорее всего, это связано с тем, что курс доллара и евро по отношению к рублю вырос. В первую очередь. Да, да, да. И если мы будем наблюдать восстановление экономики, то, скорее всего, и туристический поток восстановится. Кстати, если вы заговорили о туризме, то насколько интересны и Италии, скажем, и Россия с этой стороны, со стороны юга России, там, и итальянской республики развитие сотрудничества в области туризма. Потому что, в основном, мы наблюдаем выездной туризм из России, а въездной туризм итальянцев, он ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом. Может быть, какие проблемы вы видите в этом, которые можно решить для того, чтобы немного перераспределить потоки? Есть ли, может быть, в этом необходимость, по-вашему, на ваш взгляд? Ну, здесь есть разные моменты, которые надо обсуждать. Первое. Действительно, сегодня, если мы смотрим по, что касается именно чистый туристический поток, потому что у нас очень развитый туристический бизнес. Да. Очень много итальянцев здесь приедут, постоянно поработают, посмотрят, имеют переговоры и так далее, и так далее. Это сегмент довольно большой и очень развитый. Ну, что касается именно туризма, люди, которые отдыхают, можно сказать так. Естественно, сегодня предложения, которые продаются в Италии, потому что, вы знаете, это, есть определенный сет продажи, на который надо работать. Довольно ограниченный, ограниченный, как вы прекрасно сказали, Москва, Санкт-Петербург, Жолотое кольцо. Да. Ну, может быть, еще Красная Поляна в последнее время не будет? В Сочи было отдельное развитие, я здесь постоянно, когда приеду, я очень часто бываю в Сочи, встречаюсь всегда, как и итальянцы здесь. Ну, не просто итальянцы, которые приедут, просто отдыхают на море, но которые приедут по бизнесу и потом остаются. И, например, Красная Поляна стала для итальянцев, которые здесь живут, действительно, туристическим местом. Я сегодня утром обсуждал сотрудники посольства, пока мы приехали на форум, они говорили, вот, я на Новый год хочу Красная Поляна или хочу сюда. Ну, что касается Россия общая, есть, на мой взгляд, очень много места, которые имеют огромный потенциал туристический. Ну, в первую очередь, это все Северный Кавказ, Эльбрус, Донбай, Сдиза, это места прекрасные. Есть такие места, Республика Гушетия, которые, вообще, я читаю лично фантастически, но, наверняка, это не знакомо тоже для российских. Ну, надо это сделать развитием. Я видел последние 3-4 года огромное развитие, что касается Байкал, я там был, вот это летом инфраструктура, стали очень интересны. Ну, остальная проблема, которую я вижу по развитию туризма, это именно доступность. Вы имеете в виду транспортную доступность или во всех смыслах доступность? Потому что говорят, что в России отдыхать не дешево, совсем. Россия отдыхает не дешево, если, конечно, требуется определенный уровень. Ну, европейские туристы, конечно, требуют определенный уровень. Ну, я и здесь, Палана, и здесь, Сочи, и, как я вам сказал, Иркутск, и не читать Москва, Шампетербург, ну, вот это уже доступно. Ну, есть еще много работы, которые нужно сделать. Какими вы видите основные векторы российско-итальянского сотрудничества на ближайшую перспективу? Ну, я вижу, ну, естественно, у нас исторически главная тема и, между прочим, главный у нас элемент развития, это, естественно, энергетика. И все, что касается энергетика, это логистика для энергетики, это, ну, используют природные ресурсы. На эту тему мы, как, уже давно работаем. Россия – это фактически первые поставщики энергетических ресурсов в Италии. Есть много совместных предприятий, как я вам сказал, большие инвестиции. Второй момент, который исторически является больше 50% нашего экспорта, это поставка оборудования для переработки. Разные отрасли. Пищевая и так далее. Да, да, да. Легкая промышленность. Агропромышленные комплексы, текстильные, механические. То, в чем Италия преуспела давно уже, да. Ну, у нас просто вариантов нет, у нас нет ресурсов, поэтому мы, как всегда, перерабатывали. И, естественно, на это есть очень хорошая технология. Третий тем, на который я вижу в ближайшее время большие возможности развития, это все, что касается здравоохранения, медицины, и инфраструктуры, и транспорта. Вот эта тема бурно развивается, есть о чем говорить, о чем обсуждать. Между прочим, в понедельник, вторник Рима будет экономический совет, Италия-Россия. Я знаю очень много людей, которые сегодня туда едут, и там просто обсуждаются все возможности. Ну, знаете, обычно Италия знают по еде, мебель и одежде. Поэтому это тоже важно для нас, но если мы смотрим общие цифры, общие статистики, это не такой огромный объем, который... Объем сделается именно на оборудование, на технологии и на это. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Я напомню нашим зрителям, что в нашей студии, выездной в Сочи, был Пьер Павло Лодиджани, генеральный почетный консул Итальянской республики в Южном и Северокавказском федеральных округах. Спасибо еще раз. Спасибо. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»